Здравствуйте! Вы смотрите новости на МТРК. В студии работает Дарья Пашмынцева. Сегодня вы увидите. Кто стал Акимом Северного Казахстана? Предложение президента страны поддержали депутаты областного Маслихата. Жемчужина региона. В Айртауском районе открыли туристический сезон. Какую программу приготовили для гостей и жителей района? Песни у костра, походы в лес и фотографии на память с новыми друзьями. Детские оздоровительные лагеря открыли свои двери для юных североказахстанцев. После инаугурации нового президента Акима Нурсултана Алматы и Шимкента, а также областей числились временно исполняющими свои обязанности до назначения. Сменились Аким столицы и Западно-Казахстанская область. Остальные пока остаются на своих местах, в том числе и Кумар Аксакалов. 33-я внеочередная сессия областного Маслихата. Депутаты в сборе. Интрига еще сохраняется. Чью же кандидатуру на пост главы региона предложил президент. Уважаемые депутаты, в соответствии с пунктом 4 статьи 87 Конституции Республики Казахстан вношу на согласование для назначения на должность Акима Североказахстанской области кандидатуру Аксакалова Кумара Гибаевича. Прошу поддержать. Касымжумар Токаев. Решение Касымжумар Токаева депутата областного Маслихата поддержали единогласно. Кумар Аксакалов руководит регионом больше двух лет. Для меня это большая честь быть Акимом Североказахстанской области. Хочу поблагодарить президента страны Касымжумар Токаева за оказанное доверие. Два года вместе мы поработали. Если мы каких-то добились результатов, то только благодаря совместной работе. Когда есть общее понимание, что нужно сделать и как нужно это сделать, и желание, и помощь друг друга, вот тогда бывают и результаты. Нужно продолжать эту работу, говорит Кумар Аксакалов. Он показал себя как сильный управленец, который знает, в каком направлении нужно развивать регион. В первую очередь Акимобласти делает акцент на диверсификации сельского хозяйства. С его приходом в Северный Казахстан значительно увеличились площади под масличные культуры. Теперь аграрии нацелены провести такую же работу с СОИ. Все это экономически выгодно и перспективно, как и переработка сельхозпродукции. Этому Кумар Аксакалов тоже уделяет особое внимание. В Казмиле, в районе Габита Мострепова, 300 тысяч тонн переработки в год. В августе начинает он работать в полную загрузку, в конце августа, с начала уборки урожая. Так, идет модернизация второй очереди биохима. Там тоже 300 тысяч тонн переработки, то есть плюс 600 тысяч переработки. И мы увеличиваем где-то до 40% переработки зерна. То есть это значительно больше, нежели чем по стране. Вот по такому механизму мы будем дальше идти. По молоку сегодня 550 тысяч тонн мы производим, из которых 44% перерабатываем. Строить нужно как минимум три новых товарно-молочные фермы в год. Финансы позволяют, считает Кумар Аксакалов. Кстати, с его приходом в развитие региона в республики стали вкладывать огромные беспрецедентные суммы. Интерес проявляют и частные инвесторы. Один из ярких примеров – будущая многопрофильная больница. Инвесторы искали целый год. И вот подписан договор с турецкой компанией. Наша задача, чтобы врачи, которые будут работать в нашей больнице, они прошли обучение в больнице, которая стоит в Турции, на таком же оборудовании. Мы на будущий год уже в бюджете будем планировать средства для того, чтобы как минимум 200 наших врачей уезжали в командировку на месяц на обучение. Под свой контроль Кумар Аксакалов и взял заработную плату североказахстанцев. Ее средний показатель – один из самых низких в стране. Наша задача, чтобы повышалась заработная плата. Мы будем работать с представителями бизнеса. Те, кто сегодня должным образом не ведет себя, не выплачивают заработную плату. Это можно увидеть визуально. То есть, если очень низкая заработная плата, так не растут доходы, а объем есть – это предмет для разбирательства. Делают сейчас и все возможное, чтобы удержать в регионе кадры. В местной Альмаматор с каждым годом увеличивают количество грантов. В области создают новые рабочие места. Жан Сулута Стемирова, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК. Природа, от которой захватывает дух. 14 июня в Айртаусском районе прошло открытие туристического сезона. В этот день для североказахстанцев и гостей области приготовили яркую и интересную программу. Вместе с ними в самой живописной части региона побывала наша съемочная группа. Танцующие девушки в национальных одеждах, приветливые бабушки, угощающие всех кумысом и горячими баурсаками, играющие дети. Такая атмосфера гостеприимного казахского аула ждет туристов в Сырымбете. Здесь для них проведут экскурсию на двух языках. Они увидят около 8 тысяч экспонатов, датируемых 19 веком. Побывают в усадьбе бабушки известного ученого и этнографа Шокана Уалиханова. Один из самых ценных наших экспонатов – сундук младшего брата Шокана Уалиханова. Его нам подарил Шота Уалиханов. Каждый год около 4 тысяч туристов приезжают в поселение Айганем, чтобы познакомиться с родиной ученого, увидеть природу, которая вдохновляла Шокана Уалиханова. Свежий воздух, красивые пейзажи привлекают сюда не только казахстанцев, но и гостей из России и Германии. Это очень важное историческое место. Иностранные туристы всегда задают много вопросов. Мы стараемся как можно подробнее на них ответить. Очень приятно, что нашей страной и историей интересуются граждане других государств. Есть в Эртауском районе еще одно место, где обязательно должен побывать турист. Это мемориальный комплекс Карасая Гантай-Батыров. Возвели его в 1999 году. Памятник истории и культуры казахского народа носит имена двух героев о дружбе и подвигах которых написаны легенды. Они защищали родину Аджунгар. Впервые приехала в Имантау-Шалкарскую курортную зону. Для меня было открытием, насколько много у нас памятников архитектуры, исторических памятников. Это лишь часть уникальных мест, где стоит побывать туристам. Шалкара-Имантауская курортная зона сегодня активно развивается. Она вошла в десятку лучших проектов Казахстана. Только в 2018-м здесь побывало около 45 тысяч туристов. И еще есть потенциал, который необходимо развивать. Об этом говорил заместитель Акима области на открытии туристического сезона. Шалкарская-Имантауская курортная зона включена в программу развития туризма Казахстана до 2023 года. Развитие данной курортной зоны теперь будет находиться под контролем правительства. На автомобильные дороги вкладываем порядка 3 миллиардов ежегодно. За счет чего мы сократили пребывание в пути до 30% для наших туристов. Проблемы с дорогами будут решены полностью. В текущем году из республиканского бюджета на эти цели выделено 2 миллиарда тенге. Прокладывают подъездные пути к базам отдыха. До этого года все зоны отдыха были направлены только на летний период времени. Но в данное время они уже перестроились. Многие зоны уже в данное время хотят принимать туристов круглогодично. В этом году открывается 6 новых зон отдыха. Расширяется 5 зон отдыха. Ориентируется мы ожидаем в пределах миллиард 600 миллионов инвестиций. Сегодня в Айртаусском районе 38 баз отдыха. Одновременно они могут принять около 3000 туристов. Их число планируют увеличить еще на полтысяча. Как привлечь отдыхающих, хорошо знает директор комплекса Акбар Казбек Хосеинов. Базу отдыха он открыл в 2003 году. Если грубо считать, то мы туристов принимаем около тысячи. Исключительные номера, отдых. Второе, шикарный пляж. В этом году его еще раз расширяем. Значит, детская площадка, волейбольная, футбольная. Атмосферу праздника на открытии туристического сезона создавали творческие коллективы области. Большую концертную программу организовали прямо на берегу озера Шалкар. Открытие сезонно великолепно. Организаторы постарались. Очень все великолепно, интересно, красиво, здорово. Мы первый раз на Шалкаре и собираемся сюда этим летом приехать. Происходит концертная программа. Все достаточно классно и весело. Поэтому я на самом деле рад, что пришел. Невероятно красивая природа. Завершился вечер ярким фаер-шоу. Дарья Вашмынцева, Эльмира Садвагасова, Адиль Нуржанов. Новости МТРК. Офицерский вальс, парадный марш и военные традиции. 217 курсантов военного института получили дипломы и лейтенантские погоны. Это единственный вуз в стране, который готовит офицеров для Национальной гвардии Казахстана. На торжестве побывала Айгири Мукашева. Военный институт в Петропавловске – единственный в стране вуз, который готовит офицеров для Национальной гвардии. В этом году ее ряды пополнят 217 выпускников. Сегодня мы проводим 19-й по счету и 7-й международный выпуск лейтенанта военного института Национальной гвардии. За эти годы подготовлено для войск Кыргызстана, Таджикистана, а также Республики Казахстан свыше 3000 военнослужащих. Государственная аттестационная комиссия осуществила прием 30 экзаменов у выпускников. Экзамены успешно сданы. Теперь курсанты получают дипломы и лейтенантские погоны. Среди них отличник учебы Ансаган Жуманов. Все 4 года он был примером для своих однокурсников. Слова напутствия в адрес молодых лейтенантов звучат от ветеранов преподавателей вуза. Поздравил их и глава региона. 20 декабря 1997 года первый президент Ельбаса Нурсултан Аберч Назарбаев, вручая знамя нашему военному институту, сказал буквально следующее, что я уверен, что в суровых северных климатических условиях наши курсанты пройдут соответствующую офицерскую закалку и станут доблестными офицерами для нашей национальной квартиры. Так и происходит на самом деле. Для Нурдаулета Уралтау выбор карьеры военного был осознанным. Не сразу получилось стать курсантом института, но он не сдавался, не опускал руки, шел к цели упорно. Это была мечта с детства. Когда мне было, если не соврать, лет 8, я утром вставал в 6 часов и бегал с ними кросс. И вот тогда у меня появилось дикое желание стать офицером. Пробовал трижды, поступил на третий раз. И вот, наконец-то, настал 2019, когда те звезды упали на погоны. Четыре года военной подготовки позади. Впереди служение Отечеству. Миссия ответственная и почетная. Завтра они разъедутся по месту назначения, а сегодня танцуют офицерский вальс. Жанар Жексылыкова на выпускной сына приехала из Восточно-Казахстанской области. Вспоминает, как волновались за Бахаджана, переживали. А сегодня она рада, что он получает свои первые офицерские погоны. Мы даже и плакали, и скучали. Думали, что он там кушает, не кушает, высыпается, не заболел ли, не мерзнет ли. Здесь Петропавлов все-таки холодно здесь. Да, мы очень переживали. Торжество завершилось парадным маршем. По традиции молодые офицеры бросают в воздух монеты, как символ будущей карьеры. Агири Мукаш, Варсан Плюжанов, новости МТРК. Как должен себя вести современный менеджер? Почему важно уметь взаимодействовать с коллективом? В чем секрет успеха и профессионализма? Ответы на эти вопросы три дня искали молодые директора школ области. На выездном образовательном тимбилдинге побывала и наша съемочная группа. Тренинги, семинары, игры. На три дня детский оздоровительный лагерь «Березка» открыл свои двери для молодых директоров. Здесь они узнали, как стать лидером, сплотить коллектив и креативно подходить к своей работе. Вместо душных кабинетов лес и свежий воздух, а строгие костюмы они сменили на джинсы, футболки и куртки. В такой необычной форме проходил образовательный тимбилдинг. Его участники – молодые директора школ, которые на несколько дней стали учениками. Днем занятия и тренинги, вечером отдых, песни под гитару костра и танцы, а еще общение. Это самые простые упражнения на сплочение и развитие коммуникабельности. Последние два пункта для директоров школ очень важны, так как заслужить уважение коллектива можно только разговаривая с его участниками. Прислушиваться нужно и к старшим наставникам. На тимбилдинг пригласили директоров с большим стажем работы, а еще… Были приглашены спикеры для того, чтобы укрепить знания по нормативной базе, по тем вопросам, которые необходимы не только в образовательном процессе, но и в целом конфликтные, допустим, вопросы. Это юридические вопросы, с которыми сталкивается непосредственно директор. Это какие-то финансовые вопросы, где нужно будет грамотно подойти. С этими трудностями два года назад столкнулся Жакарим Сисинбаев. Директор столичного лица номер 54 говорит, самое главное – стремиться изучать новое. Не бояться выглядеть глупо, задавая вопросы старшим наставникам. А еще нужно идти в ногу со временем. Не отставая от новых технологий и тенденций, считает молодой директор. Новый формат у руководителя школы, он в основном акцентируется на долгосрочных изменениях. То, что он должен понять, что не надо акцентироваться на такие краткосрочные изменения, такие как результаты тестов, на результаты количества аутбельгийцев и так далее. А надо систематично подходить к этому, проводить исследования. Молодой и креативный заместитель Акима Североказахстанской области Руслан Альшев рассказал о своем профессиональном пути. Поделился секретами успеха, а также подчеркнул, самое главное в любой профессии – это любовь к ней. Вы действительно любите дела, любите детей. Потому что это самое важное, потому что сейчас именно вашими руками, вашими глазами, вашей душой вы вкладываете очень большие возможности в дальнейшее развитие нашей страны. Всего в образовательном тимбилдинге приняли участие около 50 молодых директоров со всей области. Мероприятие проходило с 13 по 15 июня. Я проработал всего один год в должности директора. У меня было очень много непонятных вопросов, которые я смог реализовать здесь. Потому что с нами работали тренера, нам объяснили полностью законодательную базу, как работает поптический совет, антикоррупционные мероприятия. Этот семинар – отличная возможность для профессионального развития молодого специалиста. За три дня я получила много новой информации. Не терпится применить полученные знания на практике. Дарья Пашмонцева, Рустам Тлиужанов, Новости МТРК. К другим новостям. Сегодня днем в торгово-развлекательном центре «Ситимол» произошло ЧП. В одном из кафе на третьем этаже произошло короткое замыкание электропроводки. По данным спасателей, информация об этом поступила в 15 часов 43 минуты. Учитывая, что торгово-развлекательный центр является объектом с массовым пребыванием людей, к нему направили пожарные подразделения по повышенному номеру вызова. Первые машины прибыли на место через 5 минут. Короткое замыкание не повлекло за собой распространение огня. И через 3 минуты выезду дали отбой. Для проверки электроснабжения «Ситимола» временно эвакуировали персонал и посетителей. Всего 250 человек, в их числе 70 детей. Если вы не верите в глобальное потепление, то в том, что климат на планете меняется, уже не первый год убеждаются североказахстанцы. Лето никак не может дойти до нашего региона. Погода сейчас больше похожа на октябрьскую. СМС-сообщения от спасателей приходят буквально каждый день. И вот снова нас готовят к непогоде. По данным синоптиков, 18-19 июня в Североказахстанской области местами ожидается туман, гроза, град и шквал. Ветер будет северо-западный, местами с порывами до 15-20 метров в секунду. Но, несмотря на непогоду, в Северном Казахстане открылся сезон летних детских лагерей. Спортивные игры, конкурсы, кружки днем, дискотеки вечером. Этим летом в детских лагерях области отдохнут свыше 10 тысяч маленьких североказахстанцев. Сегодня в «Березке» встретили первых гостей. Это больше 160 человек. Отправилась туда и съемочная группа МТРК. Всего 10 дней, но прощаются словно на год. Сегодня открылся сезон детских лагерей. Первыми ребят встретит «Березка». Впереди у школьников насыщенный отдых без гаджетов, новые знакомства и приключения. А еще они научатся самостоятельности, отмечают родители. Дочка у меня едет первый раз в лагерь. С таким волнением ее отпускаем, переживаем. Отправляю в первый раз так надолго, 10 дней. Уже скучаю по ней. Вот стоим, не можем проститься. Но, думаю, такой опыт ей на пользу. Потом будет вспоминать, как было весело в лагере. Даже дождь не омрачил настроение мальчишек и девчонок. Хоть и мокнуть пришлось долго. Длинная очередь выстроилась к медику. Из-за одной подписи дети и родители стояли под дождем минут 20. И вот, когда все формальности выполнены, ребята отправляются в свое маленькое путешествие. А мамы на прощание дают наставление. Кушай хорошо, не балуйся. Кристина, слушайся, воспитательница хорошее. Чистый воздух, пятиразовое питание, игры и никакого домашнего задания. Лагерь «Березка» встречает детей. Мы вас ждали! Мы вас ждали! На первый сезон в «Березку» приехали свыше 160 детей. Многие из них в первый раз оказались одни без родителей. Потому немного стесняются и теряются. Освоиться им помогают вожатые. Они говорят, обычно на адаптацию хватает одного дня. Но кому-то достаточно и пяти минут. Я решился с Антоном. И мы будем играть вместе. Я здесь буду веселиться. Мне даже дождь не помешает играть, потому что у меня есть ветровка. Выборы президента лагеря, день сказок, спортивные игры, конкурсы, дискотеки каждый вечер и прощальный костер. Скучать ребятам не придется. Их развлекательная программа расписана поминутно. Отмечу, отдых для детей и социально уязвимых слоев населения бесплатный. На летний отдых и оздоровление детей из фонда Сиовича выделено в 2019 году 600 путевок. Первый сезон детском оздоровительном лагере «Березка» начинается с 17 по 26. Всего в нашей области в 14 детских лагерях отдохнут свыше 10 тысяч мальчишек и девчонок. Меньше всего отдых школьников ударит по карману жителей Акаинского и Казалжарского районов. Там путевка стоит 15 тысяч тенге. В областном центре вдвое дороже. Айгири Макашева, Жудызбек Ермуканов, новости МТРК. Муниципальный телерадиоканал стал трамплином для десятков журналистов в Казахстане и за рубежом. Именно здесь все они по-настоящему изучили и поняли профессию журналиста. Набрались трудового опыта, получили отличную практику и стали своими в этой сложной профессии. МТРК – это кузница настоящих профессионалов. Найди себя на МТРК. Оформление санитарных книжек при поступлении на работу, а также периодические осмотры. Лекции «Санминимум». Центр семейной медицины «Панацея». Телефон 501-505. Мы продолжаем выпуск. В Петропавловске прошел республиканский этап махжановских чтений. В творческом состязании сразились около 50 школьников. Лучшим из них вручили благодарственные письма. С участниками конкурса познакомилась наша съемочная группа. Трогательные и проникновенные композиции встречают гостей Петропавловского дворца школьников. Около 50 ребят со всей страны прибыли на республиканский этап творческого состязания. Конкурс махжанских чтений будет проводиться по трем направлениям. Это чтение его стихов, кто большее количество прочитает его стихов, произведение его. Вторая номинация – это представление его песенных вариантов. И третья номинация – это уже исследовательская работа, а также научные работы. Участников махжановских чтений от имени главы региона поприветствовал заместитель Акима Североказахстанской области. Это наша обязанность – знать и уважать свою историю, культуру, а также ее ярких представителей. Ежегодно мы проводим конференции, конкурсы, посвященные памяти махжана Жумабаева. Чтения, названные именем поэта, тоже стали традиционными. Всем участникам состязания желаю удачи. Церемония открытия закончилась, время переходить к испытаниям. Участников разбили на группы. На втором этаже конкурсанты готовятся к сдаче исследовательских работ и исполнению произведений собственного сочинения. В актовом зале остались чтецы. Сто и более. Столько стихотворений махжана Жумабаева наизусть выучили конкурсанты. У жюри список произведений. Они могут в любой момент остановить участника и попросить его рассказать одну из них. Каждый раз, когда я читаю стих махжана, я чувствую его каждый раз по-разному. Я очень люблю стихи махжана. Они многому меня научили. К республиканскому этапу махжановских чтений я готовилась очень долго. Рада, что выступила, так как волнение осталось позади. Всем участникам желаю удачи. Пусть победит сильнейший. Победители махжановских чтений получили благодарственные письма и памятные призы. Дарья Пашмынцева, Адель Нуржанов, Новости МТРК. В академических мантиях и колпаках. Так торжественно выглядят первые выпускники 12 класса Назарбаев интеллектуальной школы. Аттестаты о среднем образовании получили почти 90 человек. 8 из них обладатели знака Алтенбельга. 11 аттестатов особого образца. Студенты учебного заведения заметно отличаются от своих сверстников. В большей мере, конечно же, своими успехами и достижениями. Этим они смогли удивить мою коллегу Жанцулу Тастемирову. Мечтать, ставить цели и идти к ним – это главный вывод, который сделали выпускники Назарбаев интеллектуальной школы за время учебы здесь. Сюда они пришли 4 года назад и даже представить не могли, как круто поменяется их жизнь. 88 выпускников учились они по западным стандартам. Отношения преподавателей со студентами больше дружеские. Учителя общаются с детьми на равных. В такой атмосфере прошли последние школьные годы, а еще в постоянной гонке за лучшими результатами. Здоровую конкуренцию в этой школе приветствуют, но и высокие требования никто не отменял. Она очень требовательная, очень загруженная. То есть нужно очень много эмоциональных и умственных ресурсов. Но ребенок, который в такой конкурентной среде вырастет, то есть ему уже не страшны никакие преграды. Однозначно, это поколение с большими возможностями. Они свободно говорят на трех языках. У большинства уровень английского по результатам IELTS не меньше 6 баллов. Каждый пятый поступает в зарубежный вуз. Кстати, сдавали выпускники НИШ кембриджские экзамены. Они приравниваются к ЕНТ. Максат Акимжанов набрал 140 из 140. Поступает он в Нью-Йоркский технологический университет. Будет изучать молекулярную биологию. На экзаменах в США тоже показал класс. Получил 770 из возможных 800 баллов. Будучи студентом нашей школы, у меня была открыта дверь в новый научно-исследовательский мир. Поэтому я старался всеми способами достичь высоких результатов на международных экзаменах или на каких-либо олимпиадах и научно-исследовательских проектах. Я наслаждался процессом обучения. И постоянно постигая что-то новое, я открывал для себя какие-то новые возможности. Имя Максата Акимжанова вписали в почетную книгу «Ниш». Он среди 18 лучших выпускников. В этом же списке и Айден Тайшибай. Он входит в топ-5 самых молодых химиков страны. Постоянный участник и победитель международных олимпиад. Летом он едет в Токио на лекции нобелевских лауреатов. Айден твердо решил стать ученым. Я хочу связать жизнь не с чистой химией, а что-то более на перекрестке наук. То есть хочу пойти на специальность биомедицинской инженерии. То есть разрабатывать медицинские аппараты и делать нашу медицину все лучше и лучше. Я отправлял свои документы в Гонконг, в Корею, назовав университет. Я жду до сих пор приглашения от университетов. И когда уже окончательно все придут приглашения, то я уже решу, куда я пойду. Айден больше склоняется к Корее. Там передовая медицина. А вот Нурлан Тургумбаев решил остаться на родине. Его ждет учеба в Назарбаев университете. Не вижу альтернативы больше в Казахстане. Поступить было нелегко, но при должной подготовке можно. Я просто хочу быть как мой отец, он по специальности инженер-строитель. Я очень горда за своего сына. Все его достижения, результаты его учебы сегодня, что было озвучено. Это плод его работы. Все, чего он хочет достигнуть в своей жизни, он достигнет. Благодаря, конечно, благодаря этой школе, благодаря учителям, благодаря их подходу. Амбициозные и целеустремленные. Впереди у них еще больше достижений. Популярные эстрадные, военные и народные. Петропавловск встречал один из самых знаменитых ансамблей Национальной гвардии страны. Коллектив хорошо известен в Казахстане, знают его и за рубежом. В него входят мужской хор, солисты, оркестр и танцевальная группа. Всего порядка ста человек. Для североказахстанцев они подготовили богатую концертную программу. Особенно зрителям понравилось живое исполнение и игра оркестра. Ансамбль — это синтез разных жанров. Здесь есть военный хор, танцы, оркестр, солисты. Я думаю, сегодня Петропавловскам все понравится. Интерес — это в аранжировке старые наши песни, в новом обработанном аранжировке. В завершении выпуска новости спорта. Очередная победа. Футбольный клуб «Казалжар» обыграл Мактарал со счетом 1-2. 16 июня североказахстанцы провели выездную встречу в поселке Атакен Туркестанской области. Первый гол на 17-й минуте матча оформил нападающий «Казалжара» Павел Кривенцев. На 38-й Ельмар-Набиев удвоил преимущество североказахстанцев. 0-2. С таким счетом завершилось основное время. Судья назначил 6 дополнительных минут, и капитан Мактарал Олег Посеченко сумел сократить разрыв. Теперь «Казалжар» занимает третью строчку турнирной таблицы. В его активе 19 очков. 23 июня они будут играть дома с командой «Каспий». Четвертый вид спорта «Кяда» среди петропавловских силовых структур прошел в Петропавловске. 17 командам предстояло преодолеть президентскую милю. Состязание проходило на стадионе «Динамо». Лидеры забега – сотрудники военного института, представители областного департамента полиции и КНБ. Впереди стражи порядка ждут соревнования по мини-футболу, стрельбе из пистолета и борьба с самбо. На этом все. Смотрите МТРК, будьте всегда в курсе событий. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал!